Всем привет! У меня с Сашей пришел мой друг в гости ко мне, поэтому он пока присматривает за ребенком, я решила раз уж такая пьянка, так сказать, снять, что? Снять рецепт вам киши с лисичками, так как сейчас сезон лисичек и грех от него используется, мама мне набрала лисичек это я уже почистила и порезала до этого их было, конечно, много больше скажут спасибо, мама вот, и конечно, вы сами знаете, что лисички с картошечкой молоденько это все очень-очень вкусно, но я предлагаю вам попробовать что-то новенькое если кто-то не пробовал, это киш с лисичками, открытый пирог чем он хорош? Тем, что его можно есть как теплый, со сметанкой или просто, это уже как кому какая фигура позволяет или можно есть его с утра холодно на завтрак, то есть картошечку с грибочками на завтрак, не, ну как бы можно, конечно, ладно, хватит лирики будем готовить, итак, что я делаю сначала я обжарю наши лисички до готовности ооо, какие они тяжелые мне приходится обжаривать бочки потому что насколько большой сковородки мама, у меня нету а в два раза я лентяйка так, нам это все дело поперчим, посолим по вкусу, я не добавляю ни лука, ничего потому что мне не нравится киши лук, если вы нравится, вам нравится можете добавить, так, солим, перчим и обжариваем до готовности так, пока у нас наши грибочки жарятся, доходят до готовности мы выложим форму тесто, у меня оно слоеное вы можете взять также песочное тесто без проблем, будет абсолютно то же самое просто мне слоеное попалось, и оно как-то мне ближе более хрустящее, наверное в этом пироге получается в общем, по вкусу закладываем форму тестом покрываем все пищевой бумагой засыпаем грузик крупа, например и выпекаем 10-15 минут до полуготовности примерно 180-200 градусов какая духовка выпекаем, чтобы наша основа немножечко схватилась чтобы она потом не уплыла вместе с нашим кишем и так я выложила свое тесто и сейчас буду засыпать грузом но я обнаружила, что у меня нету бумаги для выпечки и поэтому я сделала ход конем и выложу все это дело фольгой я надеюсь, у меня все получится держим кулаки вот так это выглядит и мы отправляем это все в духовку пока наше тесто выпекается наш коржик, так сказать основа пока наши грибочки готовятся мы делаем заливку заливку, у нас будет сметана, яично-сметанная заливка сколько вам ее надо смотрите, сколько у вас начинок у меня начинки много поэтому я взяла 400 миллилитров если вы берете 200-250 миллилитров там нужно одно яйцо я здесь положу 2-3 яйца одно большое и два маленьких в принципе, два таких крупных яйца пока хватает солим, перчим аналогично и также, пока все это дело готовится я нарежу укропчик домашний вкусненький так, ну что, наши грибочки обжарились камера, наверное, запотела и сейчас мы это смешаем с укропчиком зальем заливочкой и размешаем я предпочитаю размешивать все здесь а не накладывать туда и потом все заливать потому что мне кажется, что там это не до конца все заливается поэтому мне больше нравится вот так вот все время перемешать и туда потом делаем так, перемешали ой, капустно пахнет блин, я так люблю лисички с укропчиком так, и заливаем нашей заливочкой вылили перемешиваем да, Костя, я тебя слышу и выливаем в нашу ой, 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 ой все, ничего не забрызгало там вам виднее выливаем нашу форму о, как грамотно все вместилось я отлично, я сделала бортики повыше поэтому все грамотно вместилось стой, не падай так все нашу няму-няму разравниваем чтобы было красивенько так, разровняли разровняли поколдовали поколдовали и отправляем в духовку до готовности проверять на я думаю знаете как проверяем я не могу сказать вам сколько это выпекает я выпекаю где-то при 200 градусах по времени я могу вам сейчас потом засечь и сказать сколько я выпекала но все зависит от толщины может у вас тоненький киш может у вас толстенький киш поэтому просто берем тупо деревянную палочку и прокалываем чтобы она не была уже в этом соусе то есть понятное дело что она может быть мокренькая от бульончика от этого но она не должна цеплять белый селус короче проверяем как любые изделия деревянной палочкой простите записка у меня ребенок на фоне развлекается вот наш киш готов выпекала я вот такой вот толщины примерно сантиметров Костя сантиметров 7 выпекала примерно 30-35 минут нужно дать ему немножко постоять не стоит его резать Костя не стоит его резать очень горячим потому что он может расползтись надо чтобы он схватился вкусно? очень вкусно я их буду всегда кормить добрый вечер очень вкусно а мне не дали скажи кровь здесь хрустful не стоит и